Правоохранители разоблачили бывшего чиновника завода «Маяк», входящего в концерн Укрбаронпром, который пытался заработать на продаже государственного имущества 2,5 миллиона долларов США, сообщают источники, пресс-служба СБУ, прокуратура Киева и полиция Киева. Следователи выяснили, что экс-заместитель генерального директора завода «Маяк» обещал руководителю коммерческой структуры поспособствовать положительному решению по приобретению имущественного комплекса ООО «Завод Маяк» через систему электронных торгов арестованным имуществом. Официально бизнесмен должен был заплатить за комплекс в Киеве только 2 миллиона американских долларов. Силовики задержали бывшего заместителя гендиректора в отделении банка в Шевченковском районе Киева во время передачи ему первой части вознаграждения в сумме 200 тысяч долларов США. По данным украинской правды, имя подозреваемого Виктора Диденко, заместитель начальника отдела Следственного управления полиции Киева Яков Мельник рассказал, что фигурантами дела являются еще три человека – один мужчина и две женщины. Со слов правоохранительных органов, фактически данные лица не имели никаких полномочий передавать собственность имущество предприятия. Однако они придумали мошенническую схему для незаконного обогащения. Чтобы реализовать свои намерения, советник руководителя сговорился с первым заместителем председателя правления предприятия, адвокатом и риэлтором. Фигуранты пообещали потерпевшему, что за 200 тысяч долларов США он якобы сможет оформить на себя имущественный комплекс. На территории завода и в помещении государственной исполнительной службы Оболонского района продолжаются обыски. Проверяется причастность к сделке нынешнего руководства завода. Напоминаем, ранее в интервью «Украинской правде» министр юстиции Денис Малюсько рассказал, что агентство по розыску и менеджменту активов через систему электронных торгов арестованным имуществом продавало конфискованное имущество по заниженной цене.